Мухаммад, сколько часов в день раньше ты играл в электронные игры? Пять часов. Ридван, а ты? От шести до восьми часов. От шести до восьми часов? В день. В день? Четыре часа. Мухаммад, какую игру ты чаще всего играл? FIFA. FIFA. Ридван, а ты? Известную игру Майнкрафт. Fortnite. Fortnite, хорошо. А сейчас, сколько часов ежедневно ты играешь, Мухаммад? Нисколько. Вообще? Вообще. Хорошо. Очень редко меня зовут друзья, выйти поиграть с ними. Я иногда выхожу. То есть? Месяц, два часа приблизительно. Два часа в месяц. Юсуф, а ты? Я не играю вообще. Не играешь вообще? Никогда? Я полностью отказался от них. Хорошо. Уверен, вы чувствуете себя лишенными. Я сам добровольно сделал этот выбор. Добровольно? Почему? Потому что программа, в которой я принимал участие, занимала все мое время. И мне нравилось это. И еще мои глаза пострадали от этих игр. И если бы я не играл на этих приборах постоянно, то сейчас не носил бы очки. Мухаммад, ты говорил мне, что пробовал играть через какое-то время. Что ты почувствовал тогда? Мне стало скучно. Тебе стало скучно? Да, скучно. Не может быть, Мухаммад. Да, действительно скучно. А почему? В чем причина? Я не знаю точную причину. Но предполагаю, что программа чтения и прочая программа, а также плотная загруженность, думаю, все это оттолкнуло от игры. Значит, программа чтения и другие полезные программы делают тебя счастливым? Да, конечно. Хорошо. Юсуф, как ты думаешь, в чем причина? Я согласен с Мухаммадом, что как только я начал играть, мне стало скучно. И я понял, что главная цель в игре – пройти стадию или выиграть что-то. Я почувствовал, что это недостаточная награда для меня, и это не стоит моих усилий. Я перестал получать от этого такое наслаждение, которое я получаю от чтения книг по участию в программе чтения. Значит, программа осуществила для тебя, то есть заполнила в тебе то, что заполняли раньше эти электронные игры? Конечно, конечно. Мило то, что мы никогда не говорили детям «не играйте в электронные игры». Но я был удивлен, если честно, что после нескольких месяцев вступления в эту программу, что они достигли результатов и начали получать удовольствие от чтения полезных программ. Больше, чем от электронных игр. Это практическая модель, которая показывает нам, что в жизни есть широкий выбор, и человек может выбирать. Я говорил одному молодому человеку, что некоторые отцы готовы заплатить тысячи долларов за то, чтобы избавить своих детей от зависимости от электронных игр. Вот, например, Ридван, сколько часов ты раньше играл? Шесть часов? Я просыпался на утренную молитву, чтобы играть. Шел в школу и по возвращении сразу начинал играть, даже не поев и не сделав домашнее задание. Я держал прибор слишком близко к глазам. Сейчас я понял, какими ничтожными были мои интересы. Ты говоришь о шести-семи часах ежедневно. Иногда даже доходило до девяти часов. И человек достиг того, что он перестал играть вообще, или играет два часа в течение всего месяца, как говорит Ридван. Причиной тому стало, что он нашел альтернативу этому. Его жизнь заполнилась полезными вещами. Я хочу, чтобы вы действительно стали примером для молодежи, которая может сделать это. По крайней мере, человек знает, что жизнь больше и значительнее, чем ограничение электронными играми. Эта молодежь, Маша Аллах, старается развивать свой интеллект и повысить веру и нравственность посредством чтения. И это, откровенно говоря, заслуживает того, чтобы человек благодарил Аллаха за эту милость. По воле Аллаха вы станете хорошим примером для других. Кто-нибудь хочет добавить что-то, обратиться к молодежи? Прекрасно. Дай Аллах вам здоровья. Я советую всем, кто часто играет, ставить это все и попробовать прочитать хотя бы одну книгу. Может, чтение этой книги, даже если он будет читать вначале по одной странице каждый день, даст ему понять, насколько ничтожно и неважно то, что он делал раньше. Эти игры не дают ничего, даже материального. Но когда ты читаешь книги, ты приобретаешь моральную выгоду. Это очень важно. Часто, когда люди говорили со мной на распространенные или важные темы, я не мог отвечать им. Но с тех пор, как начал читать, я узнал о наших предках ученых. Узнал, как нужно отвечать. И если ко мне придет безбожник, я смогу ответить ему и не буду молчать, потому что ничего не знаю о своей религии. Да пребудет с вами мир, милость и благословение Аллаха. Канал «Голос истины» работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, Ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама.